Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко, куча ребят, я только приехал с работы и решил вам немного рассказать про работу, что у нас и как. Помните, я вам говорил, что у нас хотели сделать, чтобы было две смены и хотели набирать людей. Ну, теперь они людей набирают, но не все люди остаются. Один проработал один день, на второй день уже был не пришел, один проработал неделю, потом тоже не пришел. Ну, это, я считаю, правильно, это будет, человека сам выбирает, да, это хорошо, что, допустим, когда человек пришел, один день поработал, и на следующий день пришел, сказал, что я больше не хочу, это не мое. Это будет правильно, чем нет желания работать, но все-таки там холодно, ну, понятно, какой дурак хочет работать, ну, только Вальдемарка. Нет, серьезно, ну, а кто там хочет работать? И поэтому я тоже так считаю, что, допустим, на первый день сразу же сказал, что нет, я не хочу работать, все дела, а некоторые у нас были так, что, допустим, не хотят работать, а все равно они, значит, так, работали, работали, толком ничего сделать не могут или не хотят делать, понимаете, смысла такого человека нет, он и нас тормозит, мы свою работу не можем сделать. Потому что у нас такой коллектив, ну, сейчас, конечно, у нас уже он хуже стал, а раньше у нас очень хороший был такой коллектив, не надо было никому ничего говорить, все знали, что делать, только цак-цак-цак, все быстро-быслимно, все это хорошо сделали, а сейчас надо за ними смотреть, им говоришь, а им это не нравится, начинаешь говорить, вот так, вот так делай, а значит, это не нравится. Плёнку обтягивать, очень простой способ, просто взял плёнку между каждым номером, только ссунул, она уже готова крутить. Нет, можно нагнётся под самую палету, вокруг досочки обмотает, привяжет. Ему показывают, как это делается быстрее, и нагинаться не надо. Я показал, там ещё один коллега ему тоже подсказал, третий, он всё равно делает по-своему. И такие вот люди, они просто не хотят, не хотят, ну как чтобы быстрее работа шла, и просто чтобы время от времени, чтобы быстрее время прошло, как-то просто вчера тоже, после обеда, он мне говорит, о, Готмарди, через три часа уже, мол, самое, фаера, работа кончится. Я на это не смотрю на время, как-то я на это время не смотрю, потому что я знаю, что нужно работать, делать, и она быстрее время тогда летит, когда ты не обращаешь на это внимание. А он вот через три часа, вот, то есть понятно, что человек настолько работать не будет. Вот. И тоже ещё удивительно, но я беру на обед, как вы знаете, на работу уже покушать. Валентина Ивановна, ну, конечно, не каждый день, но, допустим, четыре раза в неделю точно беру. В зависимости, если у неё есть настроение, она ещё может приготовить, а если нет настроения, я говорю, не надо готовить. Вот. Ну, допустим, вчера она суп приготовила, я его на работу сегодня брал, а он ещё остался, и я его завтра опять возьму. Вот. Ну, кое-что удивительно, он постоянно смотрит, что я кушаю. Я не против. Но когда он прямо смотрит, что ты кушаешь, а у меня это начинает бесить. А то я не люблю, когда он мне заглядывает в рот. А он говорит, о! А я ещё так говорю, хлипы, meine Frau, вы должны нас гешмекнуть. То есть так было вкусно, я люблю свою жену. Ну, специально она говорит, там мужики все смеются. Ага. Ну, чтобы позлить кого-нибудь, а кто-то будет бетербродики кушать. Потому что у вас много есть неженатые, и, знаете, поэтому я меня их подкалываю. Они тоже иногда говорят, о, Вальдамар, ну чего себе, ты постоянно столько много берёшь, я оба женись, и у тебя так само будет. А вот просто мне не нравится, допустим, что он заглядывает мне в рот. Это у меня с детства такое, я не любитель, когда на меня смотрят. То есть ты кушаешь, кушаешь, все. Можем разговаривать, кушать, без проблем. Он постоянно смотрит. Сегодня спросил, а что у тебя сегодня было? Я вчера спрашивал, что это было. Он говорит, о, у тебя каждый день мало, это самое, еда разное. Там был рис, там была, потом какая-то лапша была, потом мясо. Я не знаю. Мне, допустим, всё равно, кто что там кушает. Ну, кушать там бетерброды, может ему это нравится, а кто-то тоже берёт кушать. Но мне какая разница. Он говорит, что именно каждый день мне это говорит, 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 и мне это начинает бесить. Он сидел за моим столом. И мне тоже не жалко, кто садится за столом. Но когда так, ну, есть такие люди, думаю, что я хочу сказать, что человек тоже не молодой, но, может быть, меня, на лет 7, может быть, моложе меня. Но видать, что у него стремления нет. Он спрашивается, нет стремления именно работать. А он хочет просто деньги получать. А у нас это не прокатывает, не прокатит по любому. Потому что там уже и бригадир на него орёт. Все, короче, недовольные. Ага. Ладно, не буду всё это рассказывать. Потому что вы снова эту систему не знаете, как всё нужно работать. И всё рассказывать не буду до конца. Но факт есть факт, что я считаю так вот. Если у тебя желание работать, значит, работай. А если нет желания, значит, где-то увильную. Вот там, допустим, ещё заказать ты не можешь. Я всегда оставляю, как когда, ну, перед тем, как буду делать перекур. Давай я с тобой бумажку отберу. Что-то, допустим, заказать-то я не смогу. Хочу какие-то там проблемы. Потом я захожу в бюро и, значит, вот это я заказать не могу. Это почему-то не проходит. И они там что-то там у себя на компьютере ещё делают. Понимаете? Но этот человек прямо идёт, вот, появилась у меня. Ой, сам побежал туда. И вот 10 минут нет. Какого чёрта? Что там сидеть 10 минут? Вот он сидит. А почему ты? Как? Я спрашиваю. Какая у тебя разница? Я ответил не могу понять. Я таких людей не очень уважаю. Ну, принёс, положил бумажку. Они знают, что делать надо. Просто сказал, это не проходит и всё. Они уже знают, что делать. Зачем тебе знать? Как это? Почему? Специально, чтобы протянуть резину. Понимаете? А мы руки должны вкалывать. Мы таких людей не шибко уважаем на работе. Ну, это как-то такая песенка. Поэтому я говорю, что если человек не хочет работать, пускай сразу говорит, что он не хочет работать. И я сам, ну. Деньги хочешь, конечно, получать. Понятно. Ну, чтобы резины так тянуть. Он на часы смотрит. О, сколько ещё там осталось. Не, Вася. И спался. А ещё у нас один, помните, тоже рассказывал, как-то у нас тоже один с тюрьмы у нас тоже работал. Ну, что-то тоже недельки две, наверное, три или сколько-то поработал, где потом больше не стал. А сейчас другого лучше тоже прислали. Вот я сегодня с ним тоже разговаривал. Ну, я не знаю, как, что там у него за наказание. Я не спрашивал. Ну, неудобно. За что сидишь? Ну, что-то такое. Знаю, что у него права. Прав его лишили. Что-то, наверное, всё-таки он работал водителем. Что-то, наверное, у нас случилось было. Ну, ещё время приеду, я спрашиваю. Ага. Ну, я спрашиваю, ну, как, чего? Он далеко ехать, ему аж за 70 км. Он постоянно ездит на электричке утром на работу и вечером с работы. Вот. А я говорю, ну, как, чего там? Он говорит, у них оказывается все там есть. Говорит, и холодильник есть, и телевизор есть. В принципе, именно в камере, говорит. Я говорю, ну, а сколько ты денег? Я говорю, ты же не все же получаешь, сколько зарабатываешь. Он говорит, ну, и мне надо платить. Оказывается, ему самому, вот он работает, ему за эту камеру, ему самому нужно платить где-то вместе, говорит, с питанием, где-то 400 евро мне нужно в месяц платить. Ну, потому что, наверное, то, что мы разрешили работать, наверное, как-то так вот. Вот. Но я еще поговорю с ним конкретно на эту тему, может даже он согласится. Он, хотя сомневается, сомневается. Он говорит, что 400 мне нужно заплатить, как за комнату, да, или за камеру. Плюс там еще на питание уходит у меня тоже в эти же 400, говорит. И так они мне, говорит, могут еще на руки тоже 400 давать, а, говорит, а остальное там все ему уходит куда-то дальше, там, ну, как скапливается. Им тоже много денег не дают. Может, ребята, я и неправильно понял его, может, ему всего 200 выдают, а 400 остается. Ну, что-то такое. Ну, я просто так быстро с ним поговорил уже, перед тем, когда мы идти. Вот, если потом поговорим. Представляете, он ездит сюда вот каждый день. Каждый день ездит. Вот ему до марта месяца, если, значит, он отработает, и без всяких там происшествий, то тогда все, он может уже с тюрьмы выйти, и будет потом, может, где-то тут искать квартиру, и это самое, значит, и может работать. Вот такие вот, таких людей, я ничего про людей не говорю, хорошие они или плохие, да, там, ну, понятно. У любого может случиться, да, может в тюрьму попасть. Просто я имею в виду, что фирма даже у таких людей тоже берет на работу, потому что никто не хочет идти работать, понимаете. Или, может быть, от государства они что-то имеют. Я не знаю, ребята, еще кто знает, пишите в комментариях. Может быть, от государства они что-то имеют, какой-то там премиальный, какие-то премии какие-то, да. Я знаю, что, допустим, раньше было так, если человек, допустим, был, это самое, безработный был, а потом его еще фирма берет на работу, то раньше сам Арбайдзам или биржа труда еще платила деньги, там, не помню, по-моему, тысячу, каждый месяц, по-моему, платили в течение года, или одноразово, что-то такое было. Ребята, напишите в комментариях, я даже не помню, давно уже было. По-моему, сейчас такая же система еще и осталась. И, может быть, поэтому наша фирма таких людей берет. Или потому что никто не хочет идти, что люди нам все равно еще нужны, а толку как-то нету. таких нормальных людей, конечно. Но я могу понять, допустим, кто в тюрьме сидит, ему нахера это нужно? Он работает. Он нормально, хорошо работает. Он работает. Но он, видимо, работает не ради денег, а ради того, чтобы была характеристика, наверное, хорошая, чтобы быстрее просто с тюрьмы уйти. Потом у нас двое пришли тоже с Болгарией, по-моему. Непонятно, они с Болгарией, по-моему. Говорят они по-турецки, потому что они жили возле границ из Турции, что-то такое там, непонятно. Но они вообще по-немецки не разговаривают. И вот, что им не говоришь, они все делают наоборот. Я думаю, это они специально делают. Потому что вчера один разговаривал по-немецки с другим. Он все понимает, о чем он ему говорит. Значит он все понимает. А когда ему объясняют люди, вот так, вот так надо делать, значит он все делать наоборот. Не знаю, может быть специально так делать, черт его взять. У нас был такой один случай. Только не в нашем отделе, а в другом отделе. Не знаю, как вам рассказать. Ага. Был такой случай. Там тоже очень много работают людей, которые языка тоже не знают. И они когда работали, пришел бригадир и говорит им, как же он сказал? Есть пауза. То есть, делайте теперь паузу. Все, бригадир ушел. Тоже через 10 минут приходит, никого нет. А люди все ушли. А они поняли, что он сказал, ну теперь из Геннези на хаузе. То есть, идите теперь домой. Понимаете? И все люди ушли. Как я сказал, мы так смеялись. Но я не шибко так и не верю. Я думаю, все равно кто-нибудь знает немецкий по-любому. Такие простые слова по-любому должны были знать. Но факт, факт. Была такая вот ситуация. Все, ребята, Валентина Ивановна приехала, и он крадется уже. На сегодня будет все. Привет, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна. Ты хлебнику покупала? Нет. И я тоже забыл. Думаю вспомнил. Ладно, ребятки, на сегодня будет все. Валентина Ивановна кричит. Валентина Ивановна встречает. Хе-хе-хе. Хороший. Все, ребятки, на сегодня будет все. Желаю вам всего самого хорошего. Доброго. Да? Вася. Все, Валентина Ивановна. Я завершаю. Покедуем. Хороший, Вася. Хороший, Вася. Хороший, Вася. Вот.